Девушки отдыхают Жители одного из самарских дворов добились светлого настоящего Виновен, но тюрьмы избежал В Самаре вынесли приговор докхантера-убийцы Редкое явление на дорогах Самары Добрые гаишники вместо штрафов дарят подарки Кино под открытым небом зимой? Да пожалуйста! В Самаре открылся ледяной кинотеатр, где чай и вход бесплатные Новый кадетский корпус, где будут готовить будущих военных космических сил России Откроется в Самарской области Об этом стало известно на торжественном собрании В преддверии Дня защитника Отечества В окружном доме офицеров собрались ветераны И действующие военные, где их поздравили первые лица области и города Репортаж Лариса Шалафаст Военные разных возрастов и званий собрались на торжественный праздник Генерал-лейтенант Анатолий Бирюлькин служению Отечеству посвятил всю жизнь В летном училище обучался вместе со знаменитым Юрием Гагарином Но с космосом судьбу не связал Выбрал ВДВ И твердо уверен, армию должен пройти каждый мужчина Армия дает настоящую закалку мужчины Пройти армию – это получить школу мужика Быть мужиком Перед самарскими военными стоят большие задачи Вторая гвардейская армия обновляет технику и оружие Проводит учения С наступающим праздником военных поздравил губернатор области Николай Меркушкин выразил слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны И тем солдатам, которые сейчас служат Родине Глава региона подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи И сообщил, что в области будет открыт новый космический кадетский корпус Для нас исключительно важно военно-космический Он будет нас еще дополнительно усилять Или делать Самару столицей военно-космических сил Или аэрокосмической столицей Космической столицей нашей страны И важно, что там будут ребятишки не только учиться защищать Отечество Но они будут получать очень глубокие знания За многолетний труд во благо земли Самарской ветераны и действующие военные получили заслуженные награды Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События С Днем Защитника Отечества всех мужчин поздравила полномочный представитель президента Приворском федеральном округе Михаил Бабич Он отметил, что сегодня наша армия и флот готовы оперативно подняться на защиту Родины А уровень подготовки военнослужащих соответствует самым высоким современным стандартам науки и техники Конец цитаты Редкое явление на самарских дорогах Сотрудники ГИБДД, если останавливали в Самаре сегодня водителей То исключительно по приятному поводу Да и сами инспекторы глаз автолюбителей радовали Поскольку с праздником мужчин за рулем вышли поздравить представительницы прекрасного пола Зачем, расскажет Марина Кравцова Обыкновенно леденящий душу водителя свисток на этот раз звучал празднично Александр Полотовский торопился по делам Готовится поздравлять жену с днем рождения Сам подарков не ждал Первая реакция легкий шок Делится автолюбитель с женщиной-инспектором встречается впервые Сначала думал, что нарушил что-нибудь, но не понял Я стараюсь не нарушать, женщину первый раз остановили В дорожно-патрульной службе не больше 20 инспекторов женщин Давы в погонах вышли поздравлять с праздником всех мужчин за рулем Сотрудники ДПС предпочитают останавливать водителей по приятным поводам, как сегодня, чтобы поздравить с наступающим праздником В надежде на то, что садясь за руль, автолюбитель увидит такой приятный сувенир, вспомнит улыбку прекрасной представительницы автоинспекции и будет давить на педаль газа нежно, чтобы не превысить скорость По статистике, мужчин-водителей больше, чем женщин И нарушает правила дорожного движения чаще именно сильный пол Темперамент берет свое Мужчины, наверное, в силу своих гендерных особенностей, подвержены каким-то стрессовым ситуациям, более подвержены спешке И, в общем-то, как следствие, наверное, и нарушают правила дорожного движения чаще И хотелось бы в такой непроизвольной форме сегодня, силами женского подруля, силами сотрудников женской половины, даже подрульной службы Поздравить мужчин еще раз с наступающим праздником и пожелать им безопасной дорог и спокойного стиля вождения Инициативу ГИБДД самарцы восприняли на ура Буду надеяться, что к 8 марта будет такое жереть, я здесь еще раз проеду Я уже буду ехать с подарком тогда, если меня остановит инспектор женщина Свою лепту в пропаганду безаварийной езды внесли и юные инспекторы дорожного движения Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События С пользой для стола и кошелька в Самаре ко дню защитника Отечества открылись ярмарки и торговые ряды Сегодня 20-го и завтра 21-го февраля можно приобрести по доступным ценам мясо, молоко и рыбу от местных сельхозпроизводителей и фермеров из соседних регионов Вместе с главой Самары по рынкам прогулялась и Марианна Мирная Торговые ряды на пересечении Клиническое и Чернореченское – популярное место в городе Каждый день десятки людей покупают здесь товары Перед праздниками вопрос стоит особенно актуально Хочется, чтобы на столе были вкусные, свежие, а главное – местные продукты В этом году мы приняли решение проводить ярмарки и выставки продажи сельскохозяйственной продукции регулярно, в субботние и воскресные дни Для нас, конечно, это очень важно, потому что все-таки мы видим и рост цен, и определенный рост инфляции А такие вот формы предоставления сельхозпродукции позволяют людям покупать гораздо дешевле то, что производят наши фермеры При проверке торговых рядов нашлись и замечания Олег Фурсов дал поручение к следующим праздничным продажам Палатки должны быть в едином стиле, а территория рынка очищена от снега Несмотря на некоторые недоработки, самарцы покупками довольны И творог берем, и масло у них берем, то есть все, каждую субботу мы покупаем, довольны очень Нам очень нравятся козы, очень нравится колбаса, обслуживание, в общем, продавцы очень молодцы Всегда предупреждают, что мы тут находимся, приезжайте покупайте, очень довольны Мясо, молоко, рыба. Фермеры Самарской области и соседних регионов привозят только самые свежие и качественные продукты Чтобы был не нагретый, чтобы живой продукт был, живой творожочек Просто откидной творожок, который не греется, не крупенчатый, он сам полезный считается На ярмарках можно разжиться и диетическим полезным мясом индейки Из него готовят также колбасы, пельмени, котлеты, манты и курники И, конечно, продают целые тушки У каждой птички есть так называемый паспорт с номером Фермер из Борского района оказался в числе 70 самарских производителей, которых пригласили на праздничные ярмарки Уже появились и свои постоянные клиенты Народ очень нравится, очень доволен, наши продукты очень хвалят Если у нас кто-то один раз взял 100 грамм, значит, следующий раз, второй, третий раз приходит, уже килограмм, 3-5 берут уже сразу Это о чем говорит? Значит, говорит, что у нас продукт очень хороший, чистый Широкий ассортимент, качество, экологичность, работать такие ярмарки будут перед всеми ближайшими праздниками Закупиться для праздничного стола можно на протяжении 6 дней 20 и 21 февраля, 4, 5, 11 и 12 марта Точки для продаж выбраны с учетом пожеланий жителей Приобрести народные товары можно на Пугачевском тракте, на пересечении с улицы Нефтяников, в поселке Мехзавод в 4 квартале, возле Дома культуры Октябрь, на пересечении Московского шоссе и Воронежской и на перекрестке Клинической и Чернореченской Целью этих торговых дней является приглашение прямых производителей из города и из районов сельских Самарской области для того, чтобы была прямая связь между потребителем и производителем Фермер должен быть заботливым, чистоплотным и, конечно, щедрым Самарские фермеры обладают всеми этими качествами Качество продукции высокое, вкус отменный Марьяна Мирная, Константин Головин, События В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт На тех улицах, где из-за резких перепадов температуры образовались большие ямы, их заливает асфальтобетонной смесью Это экстренные меры, чтобы быстро привести дорожное полотно в порядок За смену бригада заделывает почти 500 квадратных метров дорожных дефектов Всего по такой технологии в этом году планируют отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорог При этом качество смеси контролируют специальные лаборатории Сейчас идет ремонт Ракитовского шоссе, проспекта Кирова, улиц Советской Армии, Урицкого и Революционной Эти работы будут вестись в март, апрель, начались они в феврале А потом наступят основные работы по ремонту дорожного полотна картами То есть картами 50 метров, 100 метров Обыски прошли накануне в частном доме в Самарской области в рамках уголовного дела Жительница Самары, 62-го года рождения, подозревается в совершении преступления по статье Мошенничество в крупном размере Сейчас сотрудники органов внутренних дел выясняют все обстоятельства произошедшего По неофициальной информации, в деле может быть замешано руководство партии «Воля» Однако официальные органы это пока не подтверждают и не опровергают В ходе предварительного следствия была получена информация, что в домовладении Расположенном в одном из районов Самарской области удерживалась потерпевшая от мошеннических действий Для получения согласия на передачу требуем от нее имущества Развязка трагедии Докхантера-убийцу сегодня отправили на принудительное лечение Красноглинский суд Самары признал Александра Сергеева невменяемым Напомню, драма разыгралась в поселке Управленческие в июле прошлого года На теле женщины, которая попыталась заступиться за бродячих собак Эксперты насчитали более 30 ножевых ранений Но в суде посчитали, что жестокому убийце место не в тюрьме, а в больнице С чем родственники погибшей категорически не согласны Из зала суда репортаж Павла Баймакова Все случилось в этом дворе на улице Крайняя Людмила Сафонова, так звали погибшую, увидела, как мужчина с ножом гоняется за собакой Женщина просила не убивать животное Вдруг Сергеев бросился и на нее Преследовал ее до самой квартиры И уже в подъезде нанес женщине более 30 ударов ножом Александр Сергеев и его родственники с нетерпением дожидаются решения суда Хотя психолога-психиатрическая экспертиза почти гарантировала убийце Не долгие годы за колючей проволокой, а лечение в психиатрической клинике Родственники погибшей Людмилы Сафоновой с этими выводами не согласны Мы не будем присутствовать на приговоре, потому что мы ушли в знак протеста Мы не требуем его линчевать, я имею в виду убийцу Мы не требуем никаких расправ Мы требуем всего лишь одного Еще одну экспертизу проведите, это неправильно Эксперты указали то, что данное заболевание является текущим Данное заболевание возникло до совершения противоправных общественно опасных действий В ходе судебного следствия не было установлено оснований, предусмотренным уголовно-профессиональным законом для проведения повторной экспертизы На заседание вновь пришли не только родственники погибшей женщины, но и ее друзья Многие до сих пор не могут поверить в случившееся и говорят о Людмиле Сафоновой в настоящем времени Это очень добрая, миролюбивая женщина У нас никогда, а все время не было ни скандалов никаких, да Все время решали как-то все проблемы мирно По словам жителей дома, Александр Сергеев охотился за бродячими животными А Людмила, наоборот, подкармливала и защищала их В очередном порыве ярости подсудимый не совладал с собой и вместо собаки убил человека Теперь его будут принудительно лечить, если, конечно, родственникам погибшей не удастся обжаловать этот приговор Павел Баймаков, Станислав Левин, События Светлое настоящее, а вот жители одного из самарских дворов по улице Димитрова Теперь не боятся поздним вечером возвращаться домой В начале года люди подали обращение с просьбой установить фонари Спустя считанные дни двор озарился светом Чтобы сказать спасибо, благодарные жители пригласили в гости рабочих В светлом дворе побывала и Алина Чемерес Теперь в этом дворе ночью светло, как днем 20 светильников появились по просьбе жителей Они освещают территорию у школы и все тротуары Городские службы сработали оперативно и принесли сюда свет за 4 дня Детвора красками на снегу старательно выводят слово спасибо Для местных школьников светлый двор – настоящий подарок Говорят, теперь после тяжелого учебного дня можно гулять, не боясь темноты И из школы вечером не страшно возвращаться Сейчас поставили фонари, мне не стало страшно Вот я хожу на танцы и мне до этого было все страшно И ко мне всегда приходил папа, потому что мне было реально страшно Вот, а теперь поставили и все хорошо Жители близлежащих домов рассказывают Раньше едва стемнеет, лишний раз из дома не выходили Здесь орудовали хулиганы, отбирали у людей деньги и телефоны Их жертвами становились и владельцы автомобилей В это лето мы сделали своим мужчинам парковочные карманы Через три месяца у нас, как называется, разули наши машины Мужчин наших, три машины А теперь, когда нам сделали освещение Наши мужчины спокойно ставят свои машины, безопасно Освещение во дворе на улице Георгия Димитрова появилось в начале февраля На обращение жителей городские службы среагировали через две недели Светильников установили ровно столько, сколько нужно для того, чтобы весь двор был освещен Жители не нарадуются, от чистого сердца дарят рабочим подарки и поздравляют с наступающим праздником Мальчишки, поздравляем вас с Днем Защитника, с наступающим Желаем вам всем здоровья, очень благодарны вам и большой-большой тем Ну, чай попейте Рабочие скромно отвечают, ничего особенного не сделали Хороший результат, когда всем приятен, и жителям, и нам И сами, когда сделаем свою работу, все хорошо И самим приятно даже Ну, и когда от жителей благодарны, слышишь, естественно, любому человеку было приятно На достигнутом жители останавливаться не собираются Теперь планируют благоустроить свой светлый двор Алина Чемерис, Максим Гусев, События Даже перед праздниками валюты не прекращает свой перманентный поединок На этот раз вперед вырвался доллар Подробности у нашего экономического обозревателя Андрея Троя Здравствуйте! Крупнейшее хранилище нефти в США приостановило прием новых партий черного золота На этом фоне котировки пошли вниз За баррель Brent дают 33 доллара 12 центов И на этом фоне доллар пытается отыграть потери На 21 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 77 рублей 13 копеек Курс евро 85 рублей 85 копеек Золото стоит 2999 рублей за грамм Серебро стоит 37 рублей 44 копейки за грамм Минтруд предложил увеличить страховые выплаты с зарплат Как будто бизнесу и так хорошо живется Госдума намерена ввести штраф для создателей финансовых пирамид До полутора миллионов рублей А Центробанк намекает на снижение ключевой ставки уже в марте На сегодня это все. Удачи в делах А сейчас коротко о других темах дня Профессор сам ГТУ Виталий Овсянин получил грант от Владимира Путина Это один из четырех грантов президента России Для государственной поддержки молодых российских ученых В области химии и химической технологии Размер гранта 2 миллиона рублей Он пойдет на исследование В ходе которого могут быть разработаны новые противовирусные и противодиабетические препараты Назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Им стал глава Кенель-Черкасского района Алексей Попов На этой должности он сменил советника губернатора Виктора Альтергота Который попросил об отставке в связи с семейными обстоятельствами Его назначили советником на общественных началах, что предполагает более свободный режим работы На своем посту новый министр Алексей Попов будет поддерживать постоянный контакт с Виктором Альтерготом Жители мехзавода и Крутых Ключей остались без воды из-за того, что строительная компания повредила водовод на Московском шоссе Это произошло в пятницу 19 февраля, после чего аварийная бригада сразу переключила водоснабжение на резервную линию Однако строители, которых предупредили, что их работы ведутся в опасной близости к водоводу, сегодня утром порвали и резервный водовод Последствия теперь устраняют дополнительные аварийно-ремонтные бригады и более 10 единиц техники По прогнозам специалистов, на это уйдет около суток Вода у жителей мехзавода и микрорайона Крутые Ключи должна появиться завтра Стало известно, где в Самаре пройдут традиционные гуляния на Масленицу 13 марта, в воскресенье, на площади Куйбышева развернется ярмарка изделий самарских мастеров Площадки с народными забавами для гостей выступят городские коллективы На праздники самарцам бесплатно раздадут больше 2000 блинов А вот чучело зимы на главной площади города сжигать не будут из соображений безопасности Солнечная погода недолго будет радовать самарцев Виной тому циклон с Нижней Волги В ближайшие дни ясное небо закроет облака Прогнозируется усиление ветра, осадки, возможен туман Пасмурная погода сохранится до конца выходных По сведениям Гидрометцентра России, вторая декада февраля ожидается аномально теплой Средняя температура воздуха превысит многолетние значения на 7 градусов Лед – хороший строительный материал И построить из него можно не только отдельные фигуры, но и даже целый кинотеатр Это доказали волонтеры и сотрудники Самарской областной детской юношеской библиотеки В Самаре открыли по-настоящему зимний кинотеатр под открытым небом На первом киносеансе в холодном, но уютном зале побывала Мариана Мирная Кто сказал, что построить кинотеатр дорого и долго? Разноцветная стена на проспекте Ленина – ничто иное, как кинозал Строили его волонтеры три недели после учебы и работы Сначала мы укладываем на кирпич, который сделан изо льда и краски Слой цемента Цементом мы называем снег, смешанный с водой Мы кладем вот этот цементик И сверху счетим кирпич И все дырочки заделываем снегом Четвертый год подряд областная детско-юношеская библиотека Устраивает творческие долгострои Три недели ребята собирали коробки от сока и молока, чтобы наморозить кирпичей для кинотеатра Технологию заново не придумывали, позаимствовали у северных народов Мы позаимствовали технологию строителей иглу Вот те кирпичики, которые создаются из льда Потом соединяются с нежной крошкой, замоченной в теплой воде И создается такой темент, который позволяет кирпичикам складываться между собой И вот позволяет нашему строительству осуществляться Еще предстоит возвести крышу и завершить отделку внутреннего убранства Судя по погоде, кинотеатр должен простоять неделю Потом, конечно, растает Но следующей зимой сотрудники библиотеки обещают придумать что-нибудь новое и не менее интересное Ледяной кинотеатр – это рукотворная работа Вот из таких кирпичиков создается место, где можно посмотреть фильмы о Самарском крае Он оснащен всем необходимым Можно прийти, взять горячий чай, сесть на пуфик, укрыться пледом Приятного просмотра! Первым зрителям демонстрирует фильм об основателе Самары Григория Засекини В год кино особенно актуально побольше узнать о людях, благодаря которым стоит на Средней Волге славный город с полувековой историей Они все-таки как-то подбадривают молодежь, потому что приближают их к тому состоянию, когда хочется что-то узнать побольше о родном крае И это совсем я не преувеличиваю, что мое глубочайшее убеждение, что должен человек нормальный рассказывать про свой край несколько часов Ледяной кинотеатр будет работать до 26 февраля Посмотреть фильм можно бесплатно с 19 до 20 часов вечера Марианна Мирная, Григорий Плешаков, События А теперь пришло время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта Самарские футболисты проиграли товарищеский матч молдавским визави Спартакиада школьников стартовала в Самаре Вниз головой по веревке над воображаемой пропастью Иван Дубровин туристическую полосу проходит без особых усилий Говорит, все дело в подготовке Главное, постоянно держать себя в форме Сложнее все просто закрепить, просто все Появляется такой дух, что хочется победить И все вместе собираются, вместе подбадрят друг друга Ребята ловко обходят эстафетные фишки, преодолевают дистанцию с автоматами в руках Играют в хоккей прямо на тротуаре Никита Чугункин забил два мяча из трех Партийное мероприятие развивает выносливость, силу воли, самовыдержку Это поможет жизни развиваться, будешь хорошо На зимнюю спартакиаду, посвященную Дню защитника Отечества на лее трудовой славы Собрались школьники со всех районов города, всего около 500 человек Легкоатлетические, военно-прикладной этапы, даже конкурс патриотической песни Проявить себя ребята смогли на пяти соревновательных площадках Школьники победители районных туров Так что здесь находятся, считайте, самые лучшие спортсмены нашего города Все соревнования, где можно показать себя физически, конечно же, позволяют ребятам быть и взрослее, и ответственнее В преддверии праздника тематические акции соревнования под названием «Народ и армия едины» Проходит целый месяц во всех самарских школах Для учеников проходят классные часы, уроки мужества, интеллектуальные турниры А лучшие школьники по традиции стоят в почетном карауле на площади славы у Вечного огня Крылья Советов проиграли контрольный матч к Кишиневскому даче 2-3 у самарцев мячи забили Игорь Горбатенко и Сергей Корнеленко Накануне Волжанам повезло больше, они победили Реал Мурсе со счетом 2-1 Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой Самарцево 23 февраля ждет целая серия праздничных и торжественных событий В 10 утра цветы возложат к памятнику маршала Советского Союза Дмитрию Устинову, уроженцу Самары В 11 часов к Вечному огню на площади славы В час дня на четвертой очереди набережной у Ладьи Начнется программа, посвященная встрече участников лыжного марш-броска по маршруту Сызрин-Самара В 2 часа дня в 163 школе Самары откроют доску воина-афганцев, выпускнику школы Алексея Подлесного В торжественном мероприятии примут участие родственники, герои, ветераны, школьники и педагоги В 2015 году в школах нашего города установили 15 мемориальных досок Инициатива их открытия принадлежит городской администрации и региональной общественной организации Союза ветеранов ВДВ Ну а в 9 вечера 23 февраля самарцы смогут увидеть салют В честь защитников Отечества прозвучат 30 залпов Из 4 орудий и 2 салютных установок Ну а я поздравляю вас с наступающими праздниками Желаю с пользой провести эти мини-каникулы А наш выпуск на этом завершен Смотрите телеканал Самарыгиз в кабельных сетях города Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения И смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS Удачи вам, увидимся! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok